Люди сильные духом. Герои СВО продолжают сражаться на передовой, а их близкие ждут их дома. Герои нашего следующего репортажа добровольцы Заинского района, главным приоритетом для которых была и остается защита Родины. Два брата, которые ушли друг за другом и теперь воюют плечом к плечу на поле боя. Или воин Юрий Жаров, который несколько раз был на краю гибели и она все же нашла его. С момента его панихиды прошло лишь 40 дней. Все село Средние Пеничи, где он родился и вырос, до сих пор не может в это поверить. Он ушел на передовую линию фронта одним из первых, получил медаль за отвагу, но снова продлил контракт и вернулся, не сумев оставить боевых товарищей. Вернувшись, в бою встретил старого друга, с которым вместе служил в армии, уроженца Украины. Они оказались по разные стороны баррикад. Диляра Юсупова продолжит. Он любил возиться, да, с машинами? Возил, любыми машинами возил. У него там другая машина была. И чего-то собрали. Во всем хотел дойти до самой сути все, что говорит про него отец. Вместе чинили трактор, строили баню. На этом все. Отец, который растил Юру один, и сам-то знает про него немного. О себе говорил мало, о войне молчал вовсе. О чем мечтал, какие цели ставил, кого любил, о ком болел. Эти вопросы так и остались без ответа. Мужская категория людей не склонна распространяться о своих мечтах. Он не мечтал, он делал. Длинный стол еще не убран после поминок у окна алтаря его памяти. Юра Жаров рос без матери. Она умерла, когда ему было два месяца. На сентиментальности не было времени, поэтому отец воспитывал, как это делают многие на селе, самостоятельным, хватким, трудолюбивым. Характер отличный был. Он никогда, никого не обидовал. Он, может, Юра говорит, хватит. Хватит, может, Юра. Нет, там мои друзья, говорит, остались. Они, знаешь, как друзья, как братья. Вот. Я не понимал его. У меня вообще не было даже. Отзывчивый очень. Помогал. Вот если где-то встретят, случайно скажешь, если ты поедешь, возьмешь меня с собой, в Заянске, вот как-то. Хорошо, хорошо. Вот уже думаешь, долго задерживаешься, думаешь, он, наверное, уже уехал. Нет, он не уезжает, он тебя ждет, он тебя увезет. Вот не только я, и другие тоже расскажут так же. Отслужил в армии, был снайпером, а потом пошел спасать жизни, трудился в МЧС, занимался борьбой. Ушел на СВО, один из первых вернулся и снова ушел. Решил, своих не бросают. Награжден медалью за отвагу и за боевые отличия. Сказать друг, трудно сказать. Он больше, как старший брат у меня был. Вы с детства вместе? Да, с детства вместе. В июне он также подписал контракт, но об этом уже мы и знали. Он, когда ситуация раскалялась там, ну, новости уже все смотрят, Юрий сказал, я, говорит, в сторонке не останусь. Он был трудолюбивый. Я помню, он всегда с отцом, где-то они работали, он помогал всегда отцу. И еще один момент у меня память остался. Я, как инфермер, работаю на поле, смотрю, один парень бежит в сторону ниже пенечи. Это было после школы. А потом смотрю, это Юра. Ну, потом я узнал, что он, оказывается, там подрабатывает, и у них была эта, почасовая оплата. Он, чтобы побольше заработать, он на работу идет бегом, чтобы побольше заработал. Вот такой он был. На СВО он вдруг встретил старого друга. Они вместе служили в армии. Тот – гражданин Украины, когда-то жил в России, но вернулся обратно. Теперь он воевал за свою страну. Юра – за свою. Они встретились на поле боя и пожали друг другу руки. Нашли друг друга. Значит, в заброшенном блиндаже они три дня вдвоем жили. Вот я к чему это веду, что не все люди у нас кровожадные, не все у нас украинцы, кто-то, кто-то, значит, националисты. И вот два рядовых парня встретились на войне. Значит, он с той стороны, Юра наш с этой стороны. И они два дня, если не ошибаюсь, два дня, три дня жили в заброшенном окопе. Он плохого о нем ничего не сказал. Ну, говорит, раз мы, говорит, военные, значит, присягу дали, он воюет с той стороны, я, говорит, защищаю родину с этой стороны. Он мне рассказывал, это, говорит, вот удивительный случай. Удивительное дело, друзья-враги плечом к плечу воевали то ли против друг друга, то ли за. Юре не удалось пройти этот путь до конца, а теперь он лежит здесь, один из первых среди могил. Это мама двух бойцов, которые, слава богу, живы и здоровы. Показывает детские фотографии своих сыновей и не перестает повторять, какие они разные. Старший рос быстрым, ловким и сильным, младший – заботливым и мягким. Он приезжает, за частями приезжает, часто так и приезжает. Он же механик там, машину, танки ремонтирует. Тоже сам пошел в инкомат. Живым вернулись, здоровый был. Старший позывной Ельцин. Эта кличка прилипла к нему с детства. Все хотел попробовать сам. Приехав в отпуск, повлиял на младшего брата и забрал его с собой. Младший позывной Славик принял присягу прямо в зоне СВО. Теперь они вместе друг за друга горой. Старший приложил немало усилий для обеспечения необходимыми вещами наших воинов. Возил гуманитарку. Теперь его коллеги помогают ему и всем остальным. Познакомились уже на линии боевого соприкосновения, когда мы приезли гуманитарный груз. И все, вот оттуда наше знакомство началось. Я думаю, что да, именно патриотический дух особо не рассказывает о себе. Старшего брата знает, вообще человек очень неординарный. Его не только Занинский знает, его знает уже и во всех округах, где они проходили. Они сначала в ЛНР были, сейчас они в ЛНР. Его знают, как он снабженец очень хороший. Он регулярно приезжает за запчастями сюда, набирает по несколько машин, запчастей. Снабжение, он РМО, рота материального обеспечения. Вот, очень пробивной человек, и поэтому так у него получается очень здорово. Поэтому командир, я говорю, там все знают его. Более 500 ребят на линии фронта сегодня из Занинского района. Они одни из первых, кто начали работу с гуманитарной помощью. Каждый боец имеет связь с волонтером. И мы у себя в Занинске организовали, значит, как закамский центр работы по воинному госпиталю. В первое время даже медикаменты возили. Памперсы, значит, костыли, то, что надо для госпиталя. Вплоть до ванн. 22 машины только направили туда. Десятки мотоциклов. Более 400 в первое время, значит, генераторов только. Когда вместе, наверное, мы непобедимы. И, как мы говорим, значит, наше дело право, и, конечно, победа будет ценой. Занинские герои, они, конечно, не единственные. В каждом российском городе, в каждом селе, деревне, глубинке живут они. Те, кто смелые, решительно идут навстречу с врагом и рискуя жизнью. Защищают наши рубежи. Те, кто знают, что такое товарищество и дружба. Даже если друг на противоположной стороне. Их все еще ждут родные и близкие, даже если знают, что они больше никогда не вернутся. Увидел он ее. Папа говорит, это кошка, говорит, поставь тебе, говорит, подходит она. Ты возьми, красивый, возьми, какой-то светлый, говорит. Да, да, да. Диляра Исупова, Андрей Ключников, семь дней. Субтитры создавал DimaTorzok